Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала Сад Чудес. Я вновь на даче. Сегодня солнечный день, как никогда. У нас давно не было так хорошо. И зацвела розочка принц Дамонако. Второе у нее цветение, вторая волна. Красивая. Она вот сейчас уже под осень будет приобретать желтый оттенок. Чтобы была чисто такая белая с красным и с розовым. А теперь желтенькая становится в серединке. Но очень, конечно, красивая розочка. Очень радует. У нее был совсем маленький перерыв. И она вновь зацвела. Красивая розочка. Это при таких-то, при наших дождях, она, в общем-то, хорошо себя повела. Бутончик, видите, какой. Вначале он красный. А потом распускается, становится вот такая прелесть. Красота. Когда солнышко и зацветают розы, то кажется, что лето возвращается. Красиво. Гортензия пинки-винки покраснела. Совсем так покраснела уже внизу, конечно. Но от этого хуже не стало. Ярче стало. Контраст такой с белой верхушечкой. Очень красивый гортензия. Красота. Конечно, красота не вечно. Пройдет время, и она цветет. Как отцвели многие цветы, и которых еще ждать целый год. Лилейники цветут. В этом году у меня они что-то недружно цветут. Очень медленно распускаются. Мало бутонов. Наверное, связано с тем, что вся земля просто пропитана. Пропитана водой. Хризантемки давно уже проснулись. Почувствовали, видно, осеннюю погоду. У нас было у всех осеннее настроение. И они зацвели к нам на радость. Смотрите, какая прелесть. Обычно они цветут. Они даже не зацветали у меня раньше на 1 сентября. А теперь вы посмотрите. Буйство. Буйство желтого цвета. Красиво. Она такая у меня махровенькая. А у этой сиреневой хризантемки уже началось отцветание. Уже нужно обрывать некоторые цветочки. Но какая красота. Смотрите, какая осенняя красота. У нас уже на даче. Цветут лилейнички еще. И уже хризантемка скоро, наверное, отцветет. Потому как она давно уже зацвела. Но очень красивые такие шапки. И сейчас я иду в гости к Татьяне и расскажу вам о розе. Я в гостях у Татьяны и хочу рассказать вам о розочке Гвин Элизабет. Татьяна правильно нам в прошлый раз сказала название. Все совпадает. Смотрите, какой шикарный куст. Смотрите, какой шикарный куст. Какой он большой. У него, наверное, уже высота. У этого кустика 2 метра. Выше меня ростом. Ну, какая прелесть. Какая прелесть. Розочку Квин Элизабет Селекционера вывели в Штатах. Но назвали ее в честь английской королевы. В 1952 году она встала на престол. Елизавета II. И розочка названа в ее честь. А гибрид создавали из флорибунды оранжево-красного цвета флорадору и темно-розового цвета отчаянно-гибридные розы Шарлотт Аустронг. Какая красота получилась от двух розочек. Смотрите, какой прямо стоячий кустик. Это он унаследовал отчаянно-гибридный. Такие вот розочки большие, красивые. Он тоже унаследовал отчаянно-гибридный. А множество цветков на одном стволике. Смотрите, сколько на одном стволике веточек с розочкой. Это он унаследовал от флорибунды. И получилась такая красивая роза. Ее относят и к флорибундам, и к чайно-гибридным. Она очень красивая, очень неприхотливая. И поэтому она получила в Штатах признание как грандифлора. Но за пределы Штатов официально ее не утвердили. Но все равно мы ее называем лучшая из роз. Высокая, красивая, прямо стоячая. Кустик с розочками такой, в общем-то, нераскидистый. Он узкий. Смотрите, какой хороший. Какая у него листва. Такая вот прям она кожистая. Такая вот крепкая листва. Зеленая, красивая, здоровая листва на этой розочке. И когда распускается, эта розочка, то ее цветочек похож на бокальчик. Видите, какой высокий бокальчик. Листочки отгибаются. Затем края волнистые. И внутри там темно-розовые. Лепесточки светло-розовые, а там потемнее розовые. Как красиво! У нас сегодня ветер и, конечно, мешает нам снимать. Видите, какие красивые, красивые такие бокальчики. А когда она уже распускается полностью, то она становится плоской. Очень красивая. Очень красивая. стволики у Квин Элизабет очень такие толстенькие, стойкие, мощные. Видите, какие хорошие стволики. шипы. Есть шипы, но их мало. Их шипы в основном внизу, на таких толстых побегах. А на молодых побегах, видите, на веточках нет шипов. Для срезки просто превосходно. Представляете, срезаешь одну веточку, и в тебе у вас целый букет. То есть, такая красивая роза, которую можно и в срезку, и так любоваться. Сейчас, когда столько дождей было, и так было сыро, и так трудно было цветам выжить в таких условиях, Аквин Элизабет цветет и радует своим бледно-розовым цветом. Красота! При легкой обрезке он вырастает в высокий, такой крепкий кустик. Через 6 лет ему нужна такая основательная обрезка. омоложение куста. В России этот сорт называют просто Элизаветой, называют Королевой Элизаветой, но это не меняет ее красоты. Цветочек 10 сантиметров в диаметре. Роза практически не имеет недостатков. Цветет долго, что позволяет сполна насладиться великолепием растения. Очень хорошо черенкуется, хорошо приживается, и даже когда ее пересаживаешь на другое место и остается чуть-чуть от корня, вновь вырастает большой куст. у нее высокий иммунитет, ей не страшны никакие вредители и никакие болезни. В некоторых районах она, конечно, подвергается в жавчине. Но это ненамного и все это можно опрыскать и не будет. Вот у Татьяны у нее хороший куст, абсолютно неподверженный. Вот сейчас он в жавчине, хотя она почти ничем не опрыскивала, только весной, сказала она. И вот такая прелесть у нее цветет. очень красив изгиб цветка, когда видно его внутренняя окраска. Видите, там потемнее, краешки посветлее, то есть вот прям цветок такой нежный, нежный, воздушный, красивый. и цвести может так обильно, что за кустом, даже за цветами даже не видно будет куста. Но он и сейчас у Татьяны такой, ну я посчитала и даже сбила со счета, ну так где-то 70, наверное 80 цветков. Ну и еще столько же бутонов. И если хотите получить красивую живую изгородь, то посадите череночки в полуметре друг от друга и у вас будет потрясающая живая изгородь из розочки Квин Элизабет. Она великолепно смотрится цветами синих, фиолетовых, белых и других холодных чистых оттенков. А вот сочетание с рыжими теплыми оттенками лучше избегать. Такая красавица розочка Квин Элизабет. Обязательно заведите ее у себя в саду. Она зимостойкая. Она не болеет. Она красива. Высота куста до двух метров. Поэтому это будет лучшее украшение для вашего сада. Розочка Квин Элизабет. Всего доброго, мои друзья. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком. Я всегда буду с вами. Пока, пока, пока.